Всего в прошлом году по вине водителей автобусов произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек. С начала нынешнего года таких инцидентов не было, но начальник отделения технического надзора ГИБДД Денис Самандраков во время проведения встречи с представителями перевозчиков обратил внимание на большое количество жалоб пассажиров на различные нарушения как правил дорожного движения, так и режимы эксплуатации транспортных средств. Граждане фиксируют все это, снимают видеоролики, пишут нам жалобы, обращения. Среди основных нарушений отклонение от маршрутов, проезд через частный сектор и дворы жилых домов, несоблюдение скоростного режима, нарушение правил маневрирования в автомобильном потоке. Также на встрече обратили внимание на техническое состояние транспорта. Вот эти автобусы, которые вышли сейчас на линию, которые вот наполовину ржавые, конечно, хотелось бы, чтобы вы в кратчайшие сроки привели транспорт в надлежащий хотя бы внешний вид, чтобы уменьшить вот тот поток негативных жалоб. Представители ГИБДД обратили внимание собравшихся на повышенное внимание к маленьким пассажирам. В 2021 году на территории Московской области было зарегистрировано 184 ДТП с участием детей, в результате чего 16 несовершеннолетних погибло и 210 получили травмы различной степени тяжести. Находятся в зоне риска и пожилые люди. Когда начинаете отъезжать от остановки, обращайте внимание на такую категорию наших пассажиров. Бывает часто падение пассажира, зацепился там каблучком или ботиночек, с ноги слетел, человек пожилой, неустойчивый, падает под колеса транспортного средства. Тоже будьте предельно внимательны. Также на встрече представители основных перевозчиков Дон Трансавто, Рентранс, Альфа Грант, осуществляющие свою деятельность на территории Ленинского округа, смогли задать вопросы относительно взаимодействия организаций, осуществляющих пассажирские перевозки и сотрудников ГИБДД. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Козлов.